Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева. Как обычно, мы с вами здесь встречаемся, дабы искать ответы на вопросы, анализировать, разбираться, ну и понимать, как все те события, которые происходят и в стране, и в мире, влияют на нашу с вами жизнь сегодня, и как они могут повлиять на нашу с вами жизнь завтра. Если еще не подписались, сделайте это прямо сейчас, потому что у нас много интересного, ну и потому что только у нас вы можете услышать ответы на свои вопросы. Сегодня у нас в гостях Давид Гендельман, это военный эксперт, здравствуйте. Добрый день. Конечно же, нас интересуют и те события, которые происходят в Израиле, и непосредственно те события, которые у нас происходят в Украине, мы пытаемся искать связи, ну и мировая арена также преподносит нам каждый день какие-то новые сюрпризы, какие-то новые витки. Вот давайте вместе в этом всем с вами попробуем разобраться. Конечно же, я начну с того всего, что происходит в Украине, впереди зима, вот уже началось похолодание, и в мировой прессе, и не только от многих экспертов, мы все чаще слышим такие вот аналитические выводы о том, что война в Украине переходит в позиционную, о том, что идет заморозка, о том, что будут Украину как раз-таки пытаться склонить к каким-то переговорам и так далее. Как вы оцениваете ситуацию по состоянию на сейчас? Согласны ли вы с такими мнениями? Можно сказать так, после того, как летняя наступательная кампания ВСУ закончилась без каких-либо значимых результатов, россияне сейчас пытаются перехватить стратегическую инициативу в том, что проведение как минимум оперативных наступлений на том же Авдеевском направлении, но с их стороны не видно пока действительно какого-то наступления небольшого стратегического масштаба. То есть проблема в том, о чем я говорил еще до начала украинского наступления, если оно будет неуспешным, то война все больше и больше переходит в форму затяжной войны на истощение по типу ирана иракской. Украина – это гораздо более невыгодно, чем для СИБ. Сейчас дополнительный фактор и мой вид, сила возобновить свое возобновление противоэнергетической инфраструктуры. Видимо, к этому копятся и ракеты, и беспилотники. И в связи с этим связано сейчас объявленное президентом Зеленским о создании местнозападными союзниками коалиции ПВО, для чего нужно усиление ПВО, именно в первую очередь против такой воздушной кампании. Но в общем и целом проблема именно в войне как таковой, если она пойдет дальше по типу ирана иракской, то в принципе теми силами и средствами, как есть у сторон сейчас, в принципе в чисто военном плане, так можно воевать еще несколько лет. Там, разумеется, гораздо больше повлияют политические факторы, чем чисто военные. Например, это уже осуществляемое или еще не осуществляемое, но как минимум обдумываемое давление на Западную Украину, чтобы она пошла в те или иные переговоры. То есть пока налицо мы видим затяжную войну, как пойдет дальше, гораздо больше зависит от политических факторов, чем от чисто военные. А как вы считаете, война в Израиле, которая сейчас происходит, и война в Украине, можем ли мы проводить определенные параллели? И когда только начинались эти события в Израиле 7 октября, многие говорили о том, что эта война очень выгодна России, очень выгодна Путину, потому что, а, она отвлекает внимание от тех событий, которые в Украине происходят, и, б, она также оттягивает на себя помощь, которую, допустим, Соединенные Штаты Америки предоставляют и Израилю, и Украине. Как вы считаете? Внимание, разумеется, как минимум частично отвлекается. Насчет ресурсов Соединенных Штатов, тут надо разделять внимание как таковой конкретные ресурсы. И в плане ресурсов большая часть номенклатуры вооружений, которые поставляют в Украине и Израиле, не пересекаются. Есть отдельные пересечения, как, например, те же артиллерийские снаряды калибра 155 мм, потому что, например, часть из той партии, которую Соединенные Штаты в свое время забрали с своих собственных размещенных... И все на часть вернули в Израиль. То есть мы видим, что как минимум опосредованное влияние есть. Как я уже сказал, основная часть того, что Соединенные Штаты поставляют в Израиль, в Украине, оно все равно не поставляется. В первую очередь это все деньги. Понятно, что при большом желании Соединенные Штаты всегда могут найти еще несколько миллиардов, но для этого нужно дополнительное желание. То есть это борьба за ресурсы, борьба за внимание. То есть в какой-то мере, разумеется, это на руку России, в том плане, что внимание ресурсы Соединенных Штатов на какой-то процент, разумеется, от войны в Украине отвлекаются на другие театры. Как Вы считаете, завершение войны в Украине, возможно ли оно военным путем или все-таки стоит думать и уже нарабатывать историю о том, как оно будет решаться дипломатически? Просто что считать решением? Если сейчас война переходит в Иран-Иракскую, то в принципе Иран-Иракская война завершилась возвращением к довоенным границам. Но проблема, что сейчас даже этого никто не гарантирует. То есть если, например, мы сейчас представим, что Российско-Украинская война идет как Иран-Иракская и завершается, то завершится она скорее не по Иран-Иракскому, а по корейскому варианту. То есть остановка границей по линии боевого соприкосновения на данный момент сейчас выглядит более реалистично. Если потом в какой-то перспективе будут какие-то значительные движения линии фронта в российскую или украинскую пользу, возможно пойдет по-другому. Но мы уже очень давно не видели каких-то значительных продвижений. Именно этим и характеризуется Иран-Иракская война. То есть думать о политическом урегулированном в любом случае надо. Это не значит, что уже надо поднимать руки в военном плане. Но раз надежды, возложенные на летнее украинское наступление, оправдались, то в военном плане надо наплевать силы на следующее наступление 2024 года. Но параллельно уже думать, возможно, придется идти на какие-то политические шаги. А если говорить о 2024 как раз-таки годе, мы ожидаем F-16, которые нам обещали, что могут изменить абсолютно ход этой войны. Также мы видели то, что был визит министра обороны Германии сюда, в Украину, был визит Ллойда Остина, это глава Пентагона. Также сюда они заверили в том, что будут поддерживать и дальше. Ну, понятно, что Таурус сейчас пока речь об этом не идет, но тем не менее, этот вопрос не снят с повестки дня. Если мы говорим о 2024, если мы говорим о поставках F-16, если мы говорим о поставках тех же Таурус, это может сделать вот тот прорыв, а нестача которого писал, допустим, Залужный в The Economist? Залужный, кроме прочего, указывал много других областей, в которых нужно качественное усиление, если не качественный прорыв, то есть большой набор инженерных средств разминирования, большой набор различных средств радиоэлектронной борьбы. Разумеется, тоже все надо усиливать. Насчет конкретный F-16, как я уже не раз говорил, там вопрос, произведут ли они какой-то перелом на фронте, зависит в первую очередь от количества, пока не факт. В обозримом будущем будут действительно большие количества, и главная польза, как я уже не раз говорил, главная польза ТФ-16 не в том, что они произведут перелом, а в том, что начало их поставок будет означать второе дыхание для украинской авиации, потому что всем понятно, что она несет потери, самолеты советские поста заканчиваются, и рано или поздно закончатся, и начало поставки западных самолетов в первую очередь дает перспективу, вообще возможность продолжать войну, это само по себе уже очень большой плюс, иначе пришлось бы идти на какие-то переговоры гораздо раньше, если бы была потеряна авиация, или как минимум количество дошло до критических значений. Но это все еще только возможность продолжать войну, возможность какого-то перелома, зависит в первую очередь от больших количеств, которые пока, в принципе, никто еще даже и не обещал. А если говорить, в принципе, о современном таком производстве оружия, и вообще о современном милитарной сфере, есть ли в принципе какое-то оружие, которое может изменить в быстрые сроки эту войну, если мы подходим и знаем информацию из открытых источников, кто что производит и так далее. Ну, понятно, что речь не идет, конечно, и я не намекаю на ядерное оружие, но вот из тех, которые доступны. Если мы не говорим про ядерное оружие, то нет какой-то категории вооружения, которая сама по себе может привести к перелому в войне. В принципе, все обычные виды вооружений нужны просто в гораздо большем количестве, чем они есть, плюс дополнительные качественные усилители, как та же радиоэлектронная борьба и прочее. Нет какого-то одного вида оружия, на которое можно указать пальцем и сказать, если вот это будет поставлено в Украине, то это пройдет переломывание. Какого оружия не существует. А вот если мы говорим о количествах, если, допустим, даже брать те же F-16, в каком количестве они должны быть поставлены в Украину для того, чтобы они совершили прорыв или же хотя бы помогли, скажем так, с воздуха защитить или сделать то, для чего они, в принципе, передаются сюда, в Украину? Два разных вопроса. Для того, чтобы помочь продолжать войну, в принципе, достаточно любого количества, все, что выше нуля, это уже хорошо, но понятно, что для того, чтобы это были какие-то более-менее беспособные эскадрильи, рейджи должны идти в десятке, и как минимум на первом этапе минимальная эскадрильи в 12, самолета возможно 24, но сейчас в любом случае обсуждение идет про десятки. Это те количества, которые могут дать второе дыхание, но это не те количества, которые могут произвести переворот. Переворот могли бы произвести несколько сот самолетов одновременно, которые, во-первых, никто в таком количестве не собирается передавать, а во-вторых, не факт, что украинская армия способна такое количество быстро переварить, как мы видим, а то небольшое количество самолетов, которые собираются освоить, то количество пилотов, техников и обслуживающих персоналов, которые проходят переподготовку, какое количество не может обслуживать много самолетов но в принципе это не важно что много самолетов никто и не обещает принципе то же самое можно сказать фактически по всем видам вооружений те же атаки мистер же там русы десятки единиц из каждого каждого вида из этих вооружений это уже значительный плюс данных условиях это еще не те количество которые могут привести к какому-то зарыву на фронте перелом войне это уже должны быть как минимум сотни по некоторым видам вооружений сотен вообще не существует западных поставщиков а тем которым существует например те же 16 чисто теоретически чтобы соединенные штаты захотели они могли бы поставить несколько сон они в общем пока не собираются это делать и даже те 16 которые обсуждаются это самолеты европейских стран американских америка больше помогает обучение запчасти и так далее общая концепция свои собственные самолеты они еще не передают мы видим что все это еще на относительно коротком поводке огромных количеств которые могли бы переломить войну лично либо не существует природе частично их не хотят а почему не хотят как вы считаете ну что в этом плане ничего самого начала войны не изменилось запад в целом и первую очередь соединенные штаты не хотят первую это переросло собственно войну запада с россией поэтому они на уровне декларации постоянно говорят что мы будем продолжать поддерживать украину столько сколько нужно но сами мы участвовать не будем поэтому они с одной стороны даже соединенные штаты оглядываются понадобится ли им самим вооружение например для будущей как еще гипотетической войны с китаем в европе вопрос уже гораздо более физически у них банально по многим видам вооружений уже реально много не осталось потому что европейская на то совсем не то что соединенные штаты 80-ми годами довольно плачевное зрелище в плане запасов вооружений боеприпасов и прочее отдать сейчас все в украине во первых это не гарантирует победы над россией во вторых победа над россией тоже представляет из себя многих на западе довольно пугающее зрелище потому что они не понимают что с этим делать они неизвестно на самом деле как могла бы выглядеть военная победа украины над россией но допустим на западе многие не знают что с этим делать их задача как минимум на уровне декларации на том уровне передачи вооружений как мы видим это не дать украине проиграть не дать украине проиграть и сделать так чтобы проиграла россия это совсем не одно они все еще находятся первой парадигме не собираются переходить во втором вы упомянули о том что соединенные штаты посматривать сторону китая и готовятся к тому что возможно придется воевать и с китаем а в каком виде по вашему мнению это может быть всем понятно сценарий войны говорит о нападении китая на тайвань и если соединенные штаты посчитают нужным скажем так говоря короче вмешаться основной сценарий войны с сша с китаем это война за тайвань понятно что он пока гипотетический но если мы говорим именно о сценариях так и не рассматриваться генеральных штабах соответствующих армии каким именно войнам готовится в плане построения вооруженных сил во всем понятно что это война за тайвань последняя встреча си и байтона она разве не понизила градус вот этой вот возможности нападения китая на тайвань или наоборот возможно повысила и в дальнейшем как раз таки стоит готовиться именно к этому варианту в частном плане возможно какая-то разрядки произошла тут разумеется всегда надо делать скидку одно сказано вслух другое возможно за кулисами был не совсем так но как минимум символические жесты там были сделаны возможно какое-то время разрядки и будет но если мы говорим целом про стратегическую перспективу то обе страны готовятся к войне даже если она не произойдет в любом случае вооруженные силы любой страны тем более сверхдержавы соединенные штаты и принципе и китая моя армия должна готовиться какой-то войне по какому-то сценарию не может просто существовать что называется из руки добро должен быть план к чему мы готовимся к какой войне сейчас и в соединенных штатах военное планирование по-прежнему продолжается к этому сценарию если благодаря политическому оттеплению этой войны не произойдет но и хорошо тем не менее подготовка к этому сценарию продолжить а какому сценарию тогда возможно готовится северная корея вот в виде последних событий к ндр разорвалась южной корее военное соглашение которое действовало пять лет с 2018 по моему и хиньян развернет дополнительные вооруженные силы в демилитаризованной зоне на корейском полуострове о чем это говорит о том что нам стоит ждать еще одной горячей точки на карте голову северокорейского руководства влезть еще сложнее чем голову китайского слишком большие культурные различия так мягко возможно если экстраполировать то что было раньше это просто очередной этап словесной ретерической в основном конфронтации как мы уже не разведели за последние десятилетия южная северная корея больше навстречу друг другу различные промышленные другие проекты общее культурное скажем так потепление потом основа периоды конфронтации возможно это просто еще один ряд конфронт акции возможно это также связано с строительство носительным конечно оси пхеньян москва и тегеран возможно таким на фоне войны в украине как мы видим не только иран поставляет вооружение северная корея видимо действительно поставляет боеприпасы то есть на уровне большего сотрудничества с россией возможно решили повысить градусской конфронтации с американскими союзниками южной кореи оттуда и до какой-то реально реальной войны между северной и южной кореи еще пока очень далеко по крайней мере разумеется стопроцентной гарантии никто буду считать не может экстраполировать то что было прошлое десятилетия больше вероятно что это просто чередной раунд эскаланты которым уже не разведели за последние действия насколько опасно может быть вот эта так называемая дружба вот только что упомянули косвенно да о том что путин и северная корея тут же иран китай как бы вроде бы ни при чем но мы же понимаем что северная корея не смогла бы поставлять допустим боеприпасы и ракеты россии без одобрения этих действий со стороны китая в то же время насколько вот это ось зла как ее принято называть в мире вот уже такое клише им придумали насколько она опасна для мирного существования мира в будущем на нахождение общих интересов потому что все эти режимы той или иной степени антиамериканские антизападные поэтому понятно их интересы пересекаются именно поэтому они помогают друг другу в тем тех областях кому что требуется если россии сейчас нужны иранские беспилотники и это тоже не за красивые глаза ради россия тоже тем или иным расплачивается военной или экономической сфере может просто консолидация перед лицом запада перед лицом соединенных штатов сколько больше угрозы представляет вряд ли можно сказать что угроза как таковая выросла потому что принципе такая лица не собирается пока так единая коалиции больше объединяются разу них общий противник гораздо больше смысла наладить более широкое практическое сотрудничество это не значит что это какая-то ось как было в свое время рим берлин на токио что они все встанут и начнут мировую войну это далеко не факт пока я бы сказал это нарастание практического сотрудничества перед лицом единого врага если возвращаться к событиям которые происходят в израиле война с сектором газа когда это все начиналось тогда естественно все обсуждали а не станет ли это началом большой войны на ближнем востоке сейчас мы видим что иран отрекся от хамаса они сказали что мы вас туда как бы не направляли вы с нами не посоветовались все мы не будем в этом участвовать значит хизбалла пока так постреливает но активно я так понимаю они в эту историю не втягиваются после полной зачистки сектора газа мы можем говорить о том что этот очаг будет потушен или же все-таки разговоры о большой войне на ближнем востоке были не беспочвены разговоры разумеется были не беспочвены не просто так соединенные штаты перебросили для авианосно-ударной группы просто так это не делается это именно была угроза ирану хизбалле чтобы они не открывали второй фронт и видимо именно это беспрецедентное по уровню вмешательства соединенных штатов то что началось принципе просто очередной пусть и даже более резкий но тем не менее все таки конфликт между газой и израилем до сих пор мы такого вмешательства соединенных штатов никогда не видели но было связано именно с опасениями большой войны пока война еще не началась насчет того что иран там отрекся и прочее тоже тут надо отделять то что говорят тем более по сообщениям новостных агентств на самом деле происходит за кулисами если смотреть практически то иран в принципе следует в русле своей многолетней политики он все эти последние десятилетия именно тем и занимался что выращивал различные прокси и иранской милиции по всему нижнему востоку именно для того чтобы ему не приходилось воевать самому предпочитают воевать их руками то есть даже хизбалла принципе действия нас севера израиля это пока еще под роговые действия это еще небольшая война гарантий тоже не поэтому север армия обороны израиля тоже держит очень большие силы и там принципе эскалация пока еще и стиха и те же яминские хуситы тоже про иранская группа тоже могли бы действовать более активно но даже то что они делают постоянно обстрел израиля баллистическими крылатым ракетам беспилотниками захвата судна имеющего пусть отдаленные на хоть какое-то отношение бизнесмену с израильским гражданством то есть про иранской милиции ираке и сирии действует основном противоамериканские сглазы сирии также небольшие все про иранские силы на ближнем востоке уже задействованы но это просто еще не перешло порог на большой войне но опасность еще не исчезла и те же американские авианосцы все еще стоят на месте одна группа возле ирана другая возле ливана они никуда не выходят именно потому что опасность еще никуда не ушла но действительно как минимум на данный момент большая восточная война еще не началась но принципе операция в газе еще далеко не завершилась поэтому посмотрим какая будет динамика а что может по вашему мнению стать вот и вот этим самым казусом бэли если мы говорим о том что есть опасность большой войны даже не столько казус бэли если мы говорим об инициативном начале войны весь вопрос решать не или ранее что сейчас удобный момент ее начать разумеется веский фактор и огнем не начинать это именно и плюс мысленно американская угроза под подкрепленная называемая дипломатии канонерок видит переброшенных а нос на художник бэли не нужен казус бэли не должны решить подходящий сейчас момент или не чисто военном плане он не особо подходящий потому что американцы уже перебросили усилили свои силы на ближнем встоке израильская армия в полной боеготовности от мобилизованной и прочее то есть внезапно стене действительно не факт что иран захочет тратить первую очередь из балу которым много лет готовил козырную карту против израиля на случай если например израиль нанесет прямой военный удар по иранским ядерным объектам в этом случае должна была сразу всей своей мощи от этих из балла сейчас тратить эти накопленной мощности хизбалы ради хамаса действительно не факт иран захочет если мы говорим про инициативу то есть очень большие резоны для рана войну не начинает но проблема если мы говорим про тоже войну с избалой как мы уже видели из истории бывает что даже без инициативы например со стороны хизбалы или инициативного примитивного удара по стороны израиля может произойти так называемая низ калькуляция то есть эти ежедневные инциденты как мы видим на северной границе ракетным стрелами наметной потарка и прочее взрослые ответы на них артиллерии их ответы контр-ответы на наши ответы все это имеет шанс перерасти не контролируем эскалацию привести к большому виду даже если никто и не хотел это одна из самых больших опасностей в этом плане даже если мы знаем что ни одна страна не хочет войны это как ни странно что не гарантирует что войны не будет поэтому это опасность все еще сохраняя а у вас есть понимание какова была конечная цель этого нападения ну вот судя по информации которая появлялась в открытых источниках я буду предполагать что хамас готовился не один и что ему все-таки помогали то есть там были была информация о том что они вели разговоры по телефонной связи такой стационарной чтобы не перехватили их сообщения также были сообщения о том что они специально говорили одну информацию зная что их прослушивают для того чтобы запутать израильскую разведку о том что не сработали вот эти датчики электронные на стене и так далее и тому подобное то есть если исходить из этой информации вот это вот нападение и эта операция она очень тщательно готовилась и она готовилась довольно таки длительный период ну и конечно же называли иран бенефициаром этой операции тогда какова была цель ирана только сделка с саудитами или все таки тут есть еще какая-то подоплека и тогда может быть тогда сейчас эта операция пошла дне по плану или они так планировали и будет еще один какой-то виток возможно о котором мы сейчас не подозреваем надо разделять разные вещи то что хамас долгое время готовился к этой операции то что иран как таковой очень много лет помогал хамасу финансовым техническим инструкторским в другом смысле это одно но это еще не означает что это операцию хамас начал именно в прямой координации с ираном как часть какого-то большого плана на данный момент такой информации не публикуется на эту тему как за таки против основном визитные спекуляции на самом деле что там происходило об этом знают только хамас и иран и про саму операцию хамаса целью было нанести как можно более сильный удар израилю виде захвата военных баз населенных пунктов как можно большего количества битых раненых пленных и потом разумеется вести оборону потому что они понимали что мощный израильский удар непременно последует так как хамас это движение исламского сопротивления они идут по пути джихада они знали что этим ударом они израиль не уничтожат на таких таких заветная цель это именно уничтожение израиля создания на этой территории место него исламского государства то есть они идут по пути джихада по пути войны нанесли максимально возможные для них удар теперь обороняются пока никто не сказал что действительно полностью уничтожат факт что война идет полтора месяца они еще не уничтожены там как говорится аллах велик возможно надежды на то что их полностью и не уничтожат возможно они у них не оправдаются в любом случае это акт войны не надо его рассматривать как мечта отдельно и высчитывать раз оно пошло не так возможно им это было не выгодно у них другая выгода другие расчеты другие цели пока война еще идет они еще не уничтожены поэтому еще нельзя на сто процентов сказать что их расчеты не оправдают а как вы оцениваете успехи со стороны израиля в этой войне и насколько реально говорить о том что хамас действительно будет полностью уничтожен в секторе газа принципе плановые потери даже даже ниже расчет примерно такие темпы предполагались потому что быстро там двигаться нельзя первую очередь если бы не было всего этого подземного города то чисто наземное продвижение и зачистки можно было ввести как быстрее нельзя идут как есть но темпы принципе плановые насчет того действительно ли это закончится уничтожением хамаса именно это и есть сейчас вопрос потому что как официальная цель уничтожения хамаса и свержения хамаса и уничтожения его военных возможностях официальной цели никто не отменял сейчас как минимум мы видим достигнуто соглашение о прекращении дня на несколько дней в связи с обменом заложниками вопрос действительно ли после этого удастся возобновить полномасштабную операцию но так как пока цель никто не отменял при большом желании можно продолжить и дальше и больше плановыми темпами продолжать свержение и уничтожение еще даже северной части сектора газа вся работа не закончена окончание принципе если мы говорим про идеальные варианты надо тоже самое сделать на юге мы еще пока не там посмотрим мы еще пока в середине а по вашим оценкам мы говорим сейчас о неделях о месяцах или возможно более длительной перспективе про какие этапы говорить по предварительным планам это называется всегда надо делать оговорку что планы планами жизнь жизнью жизни может затянуться больше чем по планам но даже по предварительным планам поделась несколько недель на захват несколько недель на зачистку и этап стабилизирующих мероприятий с переходом к никому пока еще ранее туманному послевоенному политическому урегулированию то есть если мы про чисто военный этап то сумма раз несколько недель на захват и несколько на зачистку это уже мы выходим на месяц и насколько могут занять эти стабилизирующие мероприятия никто не знаю может занять все годы и больше потому что после военного механизма политического регулирования ни у кого еще нет это все еще пытается проект на ходу из подручных материалов этом это все уходит очень туманную даль но даже чисто военный этап мы видим сумме это мы уже выходим на месяц эти месяцы еще не прошли спасибо вам большое за разговор давид гендельман сегодня был у нас на политехе военный эксперт друзья спасибо вам за то что вы смотрите поддерживаете комментируете обязательно свои вопросы напишите нам в комментариях и если вы нас смотрите но еще не подписались самое время это сделать под этим видео кнопочка подписаться вы ее нажимаете и вот вы уже вместе с нами а значит вы первыми получаете уведомления о аналитике о комментариях ну и конечно же вместе с нами получаете ответы на ваши вопросы мы с вами и увидимся в наших следующих эфирах меня зовут анастасия гусарева а вы пожалуйста берегите себя